МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На старости лет популярный актёр очутился на улице. Была квартира у меня в Москве. У меня дочь, трое детей. Думаю, ладно, забирайте мою квартиру, может быть, комнату какую-нибудь мне купите. Она меня прогнала из квартиры. И вот уже несколько лет некогда знаменитый артист Владимир Приходько живёт в полуразрушенном доме без всяких удобств. Проживать круглогодично, конечно, тяжело. Нет ни горячей, ни холодной воды, туалет на улице. А дочь артиста Оксана Негрова говорит, что её отец заслужил такую старость. Он меня пытался просто изнасиловать. Это не отец, это вообще ничто, это вообще не человек. Меня просто колотят от этого козла. Как я его не удавила, я не знаю. Сдохнет он, найден, об одиночестве. Сегодня в нашей студии знаменитый актёр впервые за много лет встретится с единственной дочерью. Почему разгорелась война за родительский дом? Владимир Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Но в октябре вам исполнилось 80 лет. Сколько вы уже не снимаетесь? Да последних 25 лет не снимаются. Ну а хотелось бы, чувствуешь, что есть ещё. Конечно, у меня желание ещё огромное. Я ещё энергию так-то сохранил, актёрское всё-таки. Приглашения нужны. Но вы снимались в «Трактир на Пятницкой», «Война и мир», «12 стульев». Вас ожидает гражданка Никанор. А ваша любимая картина какая? Наверное, у Прошкина, когда я играл поражника Михаила Фёдоровича в частном секторе. Ну давайте посмотрим на ваши роли, в которых вы снимались ещё раз. Внимание. В каком классе такая шустрая? В девятый пойдёт. На свои годы не выросла. Моя тоже в девятом. 52-й размер форму купили. Представляете? Куда их несёт? В размер. Мух я выгоню. Ай да молодец. Отумница. Не надо со мной, как с маленькой. Так ты же ещё телёнок. Ваш барышня. Фамильный. Я-то знаю. Народ, разучился работ. Понимаешь, каждому только деньги подавать. О, сосед. Сарай разобрал, детей стоит. Полгода доказывал, что дом от родного отца наследство. Потом придумал, что я у неё часть участка тяпал. Вот такое количество ролей. И всё-таки как получилось, что вы теперь практически на улице? Если бы меня спросили, чего ты больше всего боишься, я бы сказал, быть неблагодарной личностью. И вот настал такой период, когда нам, актёрам, не было чего делать. Фильмы не снимались. Переломный период был в государстве. Мы остались без работы. И отношения у меня с моей дочерью были хорошие до этого. Всё было нормально. Но поскольку мне дали пенсию, и я подумал, работы нет. Думаю, ладно, отдам я свою квартиру дочери. У неё двое детей. А сам буду жить в какой-нибудь комнате небольшой. Пусть они мне вместо квартиры комнату купят. Так и сделали. Купили, прозрали квартиру мою. Зачем, непонятно до сих пор. Купили мне комнату. Говорим про московскую квартиру, да? Московскую, да. Купили мне комнату. Ну, я, значит, туда пошёл поселяться, а там женщина какая-то живёт. Я, значит, своей дочери говорю, там же её занято. Она говорит, ну, мы её выселим. Ну, я говорю, хорошо, я говорю, выселяйте. Я говорю, а меня в это время мать умерла, я должен был поехать на родину, там распорядиться всеми делами. Я говорю, ну, хорошо, я съезжу туда, приеду, чтобы была комната моя свободная, чтобы я мог поселиться в неё. Приезжает то же самое. Там живёт человек, я как Саня, туда-сюда. Она говорит, ну, переночеваю у меня, у нас. Я переночевал у них один-двую ночь. Ну, проголодался. Полез в холодильник, хотел бутерброд себе сделать. И на этом она как подняла шум. Что ты здесь лазишь, да что ты здесь ищешь. Вот, и подумал, давай меня выгонять. Вот эти товарищи, я обалдел. Выгонять ночью меня из квартиры. Я говорю, слушай, Оксана, я говорю, как же ты можешь меня прогнать, сейчас же ночью. Давай тогда я хоть до утра как-то перебьюсь. А он, что, утром, я уйду. Да, ну, она, в общем, более-менее успокоилась, пошла в свою комнату. А утром я до заря ушёл от них. И после этого я к ним не хожу. Не бываю я у них. Вы поселились в Украине, да? Поехал я, да, поехал я на Украину, на свою родину, под Харьков, в город Мирев, фу, если кто знает, где это находится. Конечно. 20 километров от Харьков, хороший пригород. Сколько времени прошло, как вы покинули Москву, уехали в Украину? Я уехал, да, уже 10 лет. 10 лет уже вы там проживаете? Да, и живу я там у себя на родине. Давайте посмотрим, в каких условиях. Да, условия, конечно, отвратительные. Я могу показать своё жильё, но, вы уж не, извините, я по-холостянски тут. Моя комната. Всё очень скромно, очень скромно. Проживать круглогодично, конечно, тяжело. Нет ни горячей, ни холодной воды. Биотуалет у меня, всё, всё на улице. Есть у меня обогреватель, называется конвектор. Вот тут он. Вот, зажёг, видите, фитиль. О, да у вас тут чистота, прямо как в клубе, хоть танцуй. Да вот, помощница постарала. Ай да молодец, вот умница. Последних десять лет я здесь и живу. Один вот со своим котом Сенька. Вот мы с ним дружим хорошо, да? Сколько нам тут ещё придётся, я не знаю. Да, Сенька. 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 И что, все эти годы дочь так не объявлялась? Не хотят они, не хотят со мной встречаться, не хотят видеть. Вот. И под Новый год всё-таки приехал ко мне внук. А я его в армии навещал. Он здесь в Подмосковье служил. Сделали встречу с полковником, там, с солдатами. Я вот там выступил так вот с вами. Вот. Вот, поблагодарили меня. Отпустили его на двое суток домой. Вот. Ну, в общем, я его проводил. Расстались мы у метро. Я поехал опять в Харьково, он поехал домой. И прошло это уже лет пять тому назад было. И вот он приехал под Новый год ко мне. Нашёл меня там вот на периферии. Вот. Хотя бы молодому стыдно стало, что всё-таки как-то кровь родная, дед. Я вообще считаю, что дороже деда у внуков ничего не должно быть. Да, точно. Ну, вы знаете, по вашей просьбе мы нашли вашу дочь Оксану. И вот, что она рассказывает нашему корреспонденту. Внимание. Для меня Владимир Иванович приходит к чужому человеку. И назвать его своим отцом я не могу. В жизни я его видела, ну, раз пять. В 17 лет я его разыскала сама. Разговаривали мы с ним на кухне. Отец посадил меня на коленки. У меня была девочка такая очень симпатичная. И в буквальном смысле стал меня раздевать, щупать. То есть я была ошарашена. Я говорю, ты что делаешь? Но он мне сказал, что так живут все. Я говорю, кто все? Кто все живут со своими дочерми? Ну, он меня пытался просто изнасиловать. Я, конечно, вскочила. Все, сказала, все, не прикасайтесь. Или мы вообще больше никогда в жизни не увидимся. Да, 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 ну ладно. И вот один раз он появился, когда мне было 30 лет. Я очень тяжело заболела. Заболела туберкулезом. Мой отец сказал, где тебя хранить? Потом последний раз мы с ним увиделись. Он у меня просил ребенка, у меня два моих ребенка, и я взяла еще двух детей. И он мне сказал, приходько, когда он был у меня дома, дай мне одного ребенка. Он хотел использовать приемного ребенка для омоложения, для своего. Или еще для каких-то целей. Хотя с его деньгами, у него денег очень много. Ну а сейчас, в общем-то, он получил, так сказать, вот, то, что и добивался в этой жизни. Доживает старость, он одиноким. Сдохнет, он одиноким. Владимир Иванович! Вы поняли ужас претензий, которые предъявляет к вам ваша дочь? Да. Ну что ж, мне мой друг как-то сказал, говорит, Володя, ты знаешь, что, говорит, научись прощать. Правильно. То есть, несмотря на ее слова, вы готовы ее простить? Ну что мне делать? Она моя дочь. Куда мне деваться? Оксана сегодня пришла на эту программу и сейчас встретит своего папу спустя 10 лет. Встречаем Оксану Негрову. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, Оксана. Сколько лет вы не виделись? Ну, каждый раз, 5 лет, вот, за всю историю моей жизни, мне 48 лет. Каждые 10 лет. Грубо, но 10-11 лет. То есть вы 5 раз в жизни видели папу? Да. 5-6 раз, от всего. А как, он говорит, что он вас... Значит, ну, это ложь, во-первых, это его амплуа. Амплуа, актера. Ну, я вам расскажу, как, все, с самого начала. Мне был год, мать развелась с отцом. А не было тебе вообще актера? По причинам, да, не исполнения, конечно, его как отца, роли, ни денег, в семье, ничего. Значит, мне было, я его видела, вот, маленько, я помню, в детский сад, он каких-то амплитов принес, это помню. Потом мне было, вот, в 17 лет, мы, я в 13 лет, мне поменяли фамилию на отчима моего, который действительно растил меня и кормил. Ну, отца я не видела. Он скрывался от алиментов, его разыскивали там со всеми собаками. Он на каких-то работах устраивался, на какие-то заводы, на 30 рублей. Это все алименты есть, 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 да. Это я подтверждаю, да. Рубль 30, рубль 90 алименты. И за 4 месяца последний раз, ну, там целая стопка, что я поняла просто из этих обрывков. Вот, 56 рублей за 4 месяца, вот, он заплатил. Ну, мы уехали за границу, я вернула в 17 лет, мне надо было поступить, значит, в институт. Я приехала, разыскала отца, он перешел, значит, на Киевский вокзал с одной гвоздикой, на Киевское метро, Киевское, вот, с такими вот объятиями. В общем, я просто хотела, как девочка, увидеть родного отца, увидела. Он меня посадил на колени. Ну, я такая, в общем-то, сбитая, симпатичная была. Вот он меня, я не пойму, я вроде, ну, зачем на колени, мне же не 5 лет. А он говорит, значит, ну, уже пошло дело, конечно, я поняла, что он хочет, мужчина. Я говорю, это в чем дело? Он говорит, а так все живут. Я говорю, кто живет со своими детьми, дочерними? Поэтому давайте про квартиру. Афия, подождите, к квартире мы вернемся. Не что ждать, давайте говорим. Нет, давайте, главное, главный вопрос сейчас квартиры, тем более, что папа даже прощает вас за то, что... Подождите, с квартирой успокойтесь, она его, она никуда не делась. У меня документы с собой, с собой документы. Я просто потрогать хотела, говорит, неужели это моя дочка моя? Подождите. Сейчас на вас с такими влюбленными... Слушайте, да каждый отец, не видя столько времени ребенка, он хотел потрогать. Неужели, говорит, это все мое? Вот я с удовольствием свою дочку обняла бы и расслабила. Вот скажи мне, ты дура? Я не дура. Как потрогать-то? Вот ты можешь быть дура. Смотри, а как потрогать? Ты больная? Если тебя отец начинает трогать за нескольку... Собственно, подобная реплика уже говорит о вашем моральном облике. Нет. Владимир Владимирович, скажите мне... 17 лет, девочки, я вся соответственная. Потрогать. Хорошо. Вопрос... А кто виноват, что он меня видел редко? Кто виноват? Оксана, так вы забрали у него квартиру за то, что он хотел вас потрогать. И он от элементов скрывался. Оксана. И от меня. Оксана, так вы у него квартиру забрали. За что? Он это уже сделал. А у меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а все это время кто платил за квартиру? Он говорит, что он живет на улице, что у него есть комната, в которой вы его не пустили и выгнали за то, что он пытался поесть ночью в холодильнике. Во-первых, с этой комнатой все в порядке. Она стояла стоимя, я за нее платила вот эти все годы. Сейчас сделала ремонт. И первый месяц только потерялся мой сын, который привез ему ключи. А жить там должен был не ваш? То есть внук, когда сейчас поехал перед Новым годом, он привез? Он отдал ключи после ремонта. Я приехала в Москву. Вот сейчас у меня появились деньги. То есть Владимир Иванович может вернуться в свою комнату и начать жить в Москве в своей комнате? А он всегда там мог жить. А что там за женщина? А что там за женщина? Он говорит, что там жила какая-то женщина. Это ложь. Первоначально, когда, значит, вот это вот... Давайте закончим с 17 годами. Потому что у меня был брат... Да никому не интересно, что было в 17 лет. А я хочу рассказать. Брат? Брат, которого он не хоронил. А его тоже сын? Да. Который он вообще почему-то не упоминает вообще в этой студии. Вы знали, что у вас еще есть сын? Конечно, он жил с этой женщиной. Звали Надя. И этот ребенок умер. И он даже не пошел его хоронить. Зато он пошел хоронить меня, когда мне было 30 лет. Оксана, вот Владимир Иванович до вашего выхода здесь сказал, что он прощает вы его дочь. Это ложь. А почему у вас вообще ключи? Почему вы передаете отцу ключи от его квартиры, про которую вы говорите, что вы вообще... Сломался ключ. Поменяли. И 10 лет вы не могли еще справиться с этой задачей? Это можно спросить соседей. Они поставили железные двери недавно. Я не могу понять, какое отношение к вам у них квартира. И все-таки, вот сейчас я понимаю, что у Владимира Ивановича неплохие отношения, какие-то неплохие отношения с внуком. С каким внуком? С Алешей? Который служил, который... Ой, ну это просто бред вообще. Ну это вообще бред сумасшедшего. Алеша не хочет ругаться со мной. Так что он прекрасно понимает, что проживая в комнате Владимира Ивановича, ему придется с ним считаться. Он поэтому не приехал на эту передачу. Он не стал между двух огней здесь. Но внук Алексей должен был прийти на эту программу, потом в последнюю секунду вдруг неожиданно заболел, но мы записали с ним интервью. Давайте послушаем, что он говорит. Внимание. Мама и дедушка по каким-то старым обидам не общаются и не поддерживают друг с другом связь. У них отношения, даже если они есть, они очень-очень напряженные. И как бы я ни старался, они не хотят идти на контакт друг с другом. И я очень хотел бы воссоединить свою семью. Я очень хочу попросить их, мама и дедушка, пожалуйста, помиритесь. Я вас очень люблю обоих. Ну вот разумный, современный молодой человек. Сколько ему осталось? 80 лет живет на морозе без тепла, без ничего. Значит, я вам могу одно сказать. Это по еврейским законам у нас нет срока давности преступлению. Я считаю, преступление по отношению ко мне, преступление по отношению к моему брату, погибшему Андрею, который он даже не похоронил, своего собственного сына. Если вам дальше интересно, он решил детей использовать в своем омоложении. Хотел поставить кочки, кочки, детские кочки. Да, бред, вы такое говорите. Оксана, побойтесь меня. А мне не очень понятно, почему в роли палача выступает дочь. Извините, простите ради бога. Почему в роли палача выступает дочь? Почему вы какое-то отношение имеете к его собственности? Значит, у него была однокомнатная квартира, которую он сдавал, а за квартиру за саму он не платил. Пять лет там вышел долг, большой долг на Матвейской. И, в общем, как-то вылезти из этого долга надо было. Я ему предложила комнату в центре города, дом на разъезд. И когда продали квартиру, взяли комнату в центре ему, его туда прописали, все, и дали ему денег вот этих вот, которые там, ну, центр комната дорогая, удовольствие, дорогой. Там небольшая доплата, но была, отдали. Он сказал риэлтору, что он хочет поставить себе детские почки. После этого, ну, я просто не обратила внимания, а потом... Оксана, Оксана, когда вы... Оксан, послушайте людей, которые знают вашего папу. Оксан, вот вы знаете, вот вы сейчас вошли, вы бы видели его лицо. Да мне наплевать. Понимаете? Ну, о чем вы говорите? Он глазами, какими на вас смотрел. Оксана, дорогая. На его лицо. Побойтесь бога. А на никто он нет. Никто. Вы помните одну из заповедей. Вы помните? Ну, вы что сейчас хотите от меня? Когда вы вдруг ни с того, ни с сего стали интересоваться, какой у него долг за квартиру, стали ему предлагать комнату, это у вас забота появилась. С чего? Вы же говорите, вам было наплевать, срок давности не имеет. Что вы вообще тогда к этому человеку подходили? Я ничего не имею против него. Это он имеет против меня. Вы знаете, одну минуту. Все это время. Давайте, давайте мы сделаем так. Пересядьте сюда. Пересядьте сюда. Я хочу просто, чтобы вы посмотрели со стороны. Ну, давайте разбираться с документами. Все забыть. Иногда полезно, иногда полезно посмотреть на зеркальную ситуацию со стороны. Сейчас мы сделаем короткую рекламу, а далее в нашей программе история ветерана труда. Пенсионерки, которая уже четвертый год скитается без жилья по улицам, потому что сын продал квартиру вместе с матерью. Она встретится с ним после рекламы. Вы смотрите «Пусть говорят». Эту сцену битвы за квадратные метры наши корреспонденты сняли в Курске. Соседи штурмом пытаются вселить 73-летнюю пенсионерку в ее квартиру. Сколько ж можно издеваться надо мною? Я здесь прожила 35 лет. Ну, что вот мне делать? Что я должна? Под дверью лежать, как собака, сдохнуть. Моя квартира, чужие люди находятся в квартире. А я скитаюсь. С китайца Зоя Федорна Меркулова уже четвертый год. Единственный сын пенсионерки продал ее квартиру вместе с прописанной там пожилой матерью. Ну, иногда мне некуда было пойти ночевать. То я садилась в трамвай и ездила с одного конца города в другое. Трамвай и теплушка, и так ночь. Зоя Федорна Меркулова, ветеран труда из Курска, пенсионерка сегодня приехала на эту программу. Давайте знакомиться с ней. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как ее зовут? Здравствуйте, товарищи. Можно я? Конечно, присаживайтесь, Владимир Иванович. Владимир Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, у меня такая же процедура. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вас здравую, спасибо. Итак, квартиру, о которой идет речь, вы получили за трудовые заслуги. Да, да. Я отработала, у меня стаж 42 года. Я ветеран труда федерального. И вот три года назад, да, моя ошибка, я квартиру приватизировала на сына. Вы вместе с ним там жили, да? Да. Это единственный ваш сын? Да, единственный сын, который прожили мы в квартире 35 лет. Три года назад он познакомился с женщиной, которая всячески старалась, чтобы меня оттуда, как говорится, выселить, да. Она его спаивала, он на это склонный был. У меня дачный участок есть. Я приеду оттуда. Она говорит, что вырастила, принесу, сумки поставила. А у нее компания, к ней ездили и с Липецка друзья, и с Белгорода, и со Старого Оскола компания. Она, Зоя Федоровна, вам ночевать негде. Я заворачивалась и уходила. А сын в это время где? Она гуляет с друзьями, а сын где? Ну и он там снимет, когда будет. Когда приеду, он лежит уже никакой. Давайте посмотрим, как вы скитаетесь уже четвертый год, внимание. С 9-го года, с октября месяца, вот так я скитаюсь по чужим квартирам, прошу пустить меня переночевать. Ну иногда мне некуда было пойти, ночевать. То я садилась в трамвай и ездила с одного конца города до другой. Трамвай и теплушка, и так ночь туда-сюда ездила, а утром уходила уже. ТОЖЕ МОЕ ВОТ ЛЮБИМОЕ МЕСТО Тоже мое вот любимое место. Зайду, степлушка, люди здесь. Сяду и сижу, дремаю. Ну а что делать? Другого выхода нету. Вот тут мне разрешили добрые люди пожить. Здесь хоть плита есть, вот можно протопить, немножко согреться. Где мой золотой, да? Да пришла я. Будем с тобой, да? Замерзать вместе, да? Я здесь прожила со своим вот котом. Он меня греет. Приспособилась. Я, конечно, человек городской, но что делать, как говорится? Судьба заставит все делать. Воды очень мне далеко ходить, аж за 500 метров. Я не в состоянии, конечно. Ну а вот он мой туалет, вот он все мои удобства здесь, которые мне предоставили временно. Я же тоже здесь не мое. И вот теперь где я скитаюсь под старость лет? Не знаю, что со мной будет. Рыжик, ну вот ты у меня один остался. Никого у меня нету, никого. Сына давно уже не вижу. Если мне вернут мою квартиру, или что-то будет мое собственное, я тебя заберу. Ты не обижайся, я тебя не оставлю. Не оставлю мой золотой. Отсюда прогонят, значит, все. Иди на вокзал, куда хочешь, туда иди. Зоя Федоровна, вы кому-нибудь обращались по поводу такого положения вашего? Вы даже в суд подавали? У меня судов прошло с первым покупателем квартиры, восемь судов, со вторым сейчас девять. Семнадцать судов я прошла, уже у меня никаких сил нет. И все издеваются. И самое интересное, что решение суда города Курска в пользу вас. Давайте послушаем, что говорит судья. Внимание. Семейные дела, понятное дело, всегда очень сложные. Когда в противоречие вступает мать родная и сын родной. Сын явно обманул мать. Жестоко обманул. Жестоко наказал, незаслуженно наказал. Поэтому суд оказался на стороне матери. В первой инстанции решение было принято в пользу ее. Право ее восстановлено на бессрочное проживание в данной квартире. Судебные приставы исполнили решение суда. Ключи женщине вручены. Но ведь вся беда-то в том, что там проживает большая цыганская семья. Естественно, тяготы этой женщины не закончены. Ей по-прежнему придется бороться за свое право, жить в той квартире, в которой она практически прожила всю жизнь. Сергей Иванович, вы знали историю Зоя Федоровна? Она, к сожалению, к нам не обращалась. Хотя такие истории в Курске не редкость. Очень часто происходят. Это несовершенство нашего законодательства. С 2008 года собственник имеет право людей, которые с ним проживали, отправить на все четыре стороны. Так что вот по закону, действительно, суд принял решение в ее пользу. Нет, вопрос только в том, что по закону суд уже дал ей ключи и сказал, приходите решение. Да, но как она будет жить? У нас однокомнатная квартира. Как она в ней будет жить с этим табором? А почему табор нельзя выстелить? Секунду, секунду, секунду. Еще раз. Давайте спокойненько. Спокойно. То есть я, конечно, не на стороне того человека, который является адвокатом и должен защищать людей, взял и вот так издевается над человеком. А адвокат это хозяин квартиры, который купил и поселил туда табор? Кому сдал? Явно не передовикам производства, а людям, которые у нас на центральном рынке торгуют с экранными мобильными телефонами, там, золото, валютой и так далее. Третье. Ну, все равно они не смогут с ней проживать, она с ними не сможет. Но по закону он имеет право сдать эту квартиру, к сожалению. По закону. К сожалению, это совершенно правильно. Человек заплатил свои деньги, приобрел что-то в собственность. Ошибка-то была, не адвокат ее совершил. Нет, вот ошибка была какая. Когда она давала согласие, и в суде она не нашла поддержки, то она могла бы обратиться в суд. Но она не может даже зайти в эту квартиру. Он был принять решение, чтобы ей предоставили жилье, прежде чем дать согласие на продажу этой квартиры. Конечно, я не давала. Я не давала никакого согласия на продажу. Теперь в чем? Продали без меня. Давайте посмотрим, как Зоя Федоровна штурмом с подругами берет в квартиру. Сколько ж можно издеваться надо мною? Ну, откройте, пожалуйста, откройте. Дайте я заберу свои вещи, откройте. Скажите, что мне сделать, чтобы под дверью, лечь и лежать под дверью, как вам не стыдно? Я здесь прожила 35 лет, я прописана, а вы никто. Вы же, это квартиранты. Вы квартиранты, как вам не стыдно? Откройте двери. Ну, что вот мне делать, что я должна? Под дверью лежать, как собака, сдохнуть. Моя квартира, чужие люди находятся в квартире, а я скитаюсь. А, извините, а почему Зоя Федоровна не может взять лом, сломать им дверь, это ее квартира делает, что хочет этим цыганам? Ну, какой лом бабушка? То есть Зоя Федоровна должна обратиться в службу судебных приставов. А с этими людьми нужно только такими способами, понимаете? Просто я знаю, как некоторые старушки в нашей стране ведут себя в такие чистые рейдерши. Я все прекрасно знаю, а она играет интеллигентную. А по-хорошему, что с этими людьми нужно только сломать. Ну, правильно, правильно. Насколько я поняла, проблема в том, что ей не принадлежит квартира. Квартира принадлежит человеку, который сдает купила, я поняла, Сергей? Адвокату. Теперь ей можно там просто жить, но при этом квартира ей не принадлежит, поэтому ей нужно обратиться к судебным приставам. Зоя Федоровна, скажите, пожалуйста, а вы обращались? С вами приходили люди с корочками, которым не имеют права не открыть дверь? Да. В куражках. Извините, а я хочу спросить, а смысл-то в этом? Потому что им должны открыть дверь и ее припишите. Вот вас туда пустят. А как вы там будете жить-то? Интересно. Как он за ерунда? Она даже вещи не может свои забрать. Давайте посмотрим на адвоката, который как раз и сдает квартиру цыганскому табору и хозяин нынешней квартиры. Внимание. А где и не заплатил? Меня пытаются преподнести таким тиранам, но реально это не так. Я знал, что Зоя Федоровна там живет. Ну, как бы должна жить. Я это знал. Я покупал эту квартиру не для того, чтобы сейчас жить. Я покупал, я говорю, для будущего, для своего ребенка. Моему ребенку ей 5 лет. Если ее сын Зоя Федоровна о ней не подумал, я в этом не виноват. Но, как я уже потом понял, Зоя Федоровна преследует одну цель, чтобы надавить на жалость по отношению к себе и в итоге, чтобы ей кто-то выделил квартиру. Я на всю страну заявляю о том, что, Зоя Федоровна, приходите, живите, только платите за квартиру. Никто вас не будет трогать. Ни я, ни моя семья, ни цыгане, никто. Не делайте всех людей виноватыми в вашей проблеме. Объясните мне, как человек может поселить 20 людей в однокомнатную квартиру, и при этом он адвокат и все... Получается, что машина работает, суды работают, выносятся приговор. Приговор в пользу нашей потерпевшей. Но за что никто не стремится в данном случае, а таких случаев миллионы, исполнять этот приговор. Вот в чем проблема. У нас в заявлении формы эти были давно отменены. И сейчас вот то, что президент последней инициативы внес в эти резиновые квартиры, у нас можно прописывать туда огромное количество собственников иметь право. Раньше были 6 метров, там, в санитарном доме, 18, не помню. Сейчас этого нет. Вот он что и сделал. Он, со своей стороны, он не хороший человек, но он добросовестный приобретатель. Он имел право это сделать. То, что он ведет себя по-свински, издевается над такой женщиной, вселяя туда, зная, что не сможет она жить в Сырганском таборах, это его, как человека, характеризует очень понятно. Но сейчас мы можем сделать только одно. Либо сделать так, чтобы администрация Крузко вам предоставили временное жилье в виде общежития, либо проработать вопрос, чтобы вас поместили в дом, ну так скажем, где вот люди преклонного возраста находятся под... Сколько вы уже не видели своего сына? Ну, где-то уже около двух лет. Около двух лет. Мы нашли Олега и Олег сегодня в этой студии. Так что Зоя Федоровна сегодня может встретиться с сыном, который продал эту квартиру. Встречаем его. Прости, я тебя прощаю. Прости, я тебя прощаю. Остались мы с тобой бомжами, и ты бомж, и я бомж. И как ты мог это сделать? Олег, как получилось? Как получилось, что мама сейчас в такой ситуации, что ей некуда идти? Как получилось, я встретил женщину, которую полюбил, которую доверял, и все. Я вообще хотел, чтобы у меня была полноценная семья, чтобы мама была рядом. Вот, она уговорила меня, давай купим большой дом, где много комнат. Вот, в однокомнатной квартире мы, мол, с мамой не будем. Вот, у мамы будет и комната своя, у нас своя комната. Вот. А в итоге мы остались бомжами, и ты бомж, и я бомж. Я поверил ей, согласился, спросил у матери. А вы тоже бомж? А кто же вот? Да. А где деньги-то от квартиры, вот эти, которые выручены? Я не спрашиваю. Я расскажу еще по порядку. Спросил у матери разрешение. Мать не разрешила, конечно, продавать квартиру. Риэлторы тоже не брались продавать квартиру, так как там оставался прописанный член семьи. Вот. Но Женя, так зовут мою женщину, вот. Она говорит, мы найдем выход. И как сейчас говорят черные риэлторы, через черных риэлторов мы продали эту квартиру. Даже с прописанной матерью. Женя сейчас с вами? Нет, не со мной. То есть, как только все продали, Женя вас благополучно оставила? Когда деньги закончились от этой квартиры, значит, Женя уехала в Москву работать. Она обманула односельчанина одного, сказала, дай мне денег, я куплю мясо, пойду продам в Москве, разницу в деньгах тебе верну. Вот. Ну, ни денег, ни мяса, ни Жени. Я как раз уезжал на работу, ну, на два дня. Мне не было два дня. Я приезжаю, вся обстановка в доме, что было куплено на эти деньги от квартиры, полностью все, и бытовая техника, и мебель, и вещи, и белье, и все. Все исчезло. Женя все увезла? Я обратился в милицию, в милицию пришли к соседу, сосед говорит, я думал, вы переезжаете, приехала Женя с машинами, говорит, забрала все, говорит, все это погрузила и увезла. А мы нашли Евгению, Олег, и сразу после короткой паузы она появится здесь в студии. И она утверждает за кулисами, что все, что вы здесь сказали, это гнусная лошадь после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Олег обвинил в том, что произошло свою бывшую гёрлфренд Евгению. Мы нашли Евгению, Евгения Банина сегодня пришла на эту программу, и давайте послушаем, что она скажет. Встречаем Женю. Вот она, аферистка, пришла. Женя, здрасте. Здравствуйте. Что вы можете сказать на обвинение Олега, который утверждает, что вы использовали черных риэлторов и оставили их с мамой на улице? Можно я начну изначально, вообще изначально рассказать всю историю? Когда мы с ним познакомились, человек, он неплохой человек, у него золотые руки, мама у него неплохой человек. Она, да, на самом деле всю жизнь его воспитывала. И когда Олег запил, он начал пропивать всё, выносить из дома, из квартиры точнее, у меня работа состояла в том, что я ездила по командировкам. Месяц я работала, две недели я... В командировках приедет на недельку. А что же тогда пошли до такое? Я поэтому хотел, чтобы была полноценная семья. Да, Олег, какой дом? Давайте к квартире, давайте к... Да, давайте вернёмся. Ваша мама на улице. Значит, я пробыла в Курске. Когда Олег начал выпивать, начал выпивать очень сильно. Мы с Зоей Фёдоровной решили, что с вами сделать, Зоя Фёдоровна? Что? Найти дом. Да что ж ты врёшь, как же тебе не стыдно, бессовестно. Найти дом. Мы ездили с вами, мы ездили с вами по Курску. Ты расскажи, как ты меня в квартиру выгоняла. Мы ездили с вами по Курску и искали этот дом. Вам что-то не нравилось. Люди, в конце концов. Какая связь между тем, что он в закрепленный, надо найти дом. Соседки, подружки Зои Фёдоровны. Дом, чтобы... Чтобы, во-первых, не знаю. 35 лет живём с Зоей Фёдоровной в одном доме. Вообще, расширить условия, потому что Зоя Фёдоровна спала на кухне. Она спала на кухне, на диване. А у вас семья, мама, папа есть? Что же вы за их счётки расширяли? Условия? Такого нет. В принципе, делалось это только для неё, а не для меня. Мне не нужно было ничего. Вы хорошо постарались. Она у меня и сейчас. Вы хорошо постарались. Браво. Вы поставили её в известность? Она не знала. Зоя Фёдоровна приехала с дачи и увидела, что чужие люди делают в квартире ремонт. Вы её даже не поставили в известность. Давайте послушаем. Хорошо. До конца. Можно это я всё расскажу? Так, Зоя Фёдоровна выбирает, и ей дома не нравятся. Значит, Олег дальше пьёт. Зоя Фёдоровна до того, как... Да, я слышала это всё. До того, как Зоя Фёдоровна уехать на постоялые дворы. Дети, живите. Я с вами жить не хочу. Как тебе не видно? И ты уехала... Вы уехали на постоялые дворы. Как тебе не видно? Ну, Олег, так было дело? Да нет, ну, конечно, сейчас всё это не так было. Ты расскажи, как ты меня выгоняла. Я вас никуда не выгоняла. Когда твои подруги не ходила, что меня приезжала с дачи. Зоя Фёдоровна вам ночевать негде. Я уже это слышала. Слышала? Да, я это слышала. Да, на моей. Я вот деньги пролазила. Во всём виновата, необразованность. Я всё привозила вытащили. Просто нужно понимать, какие документы подписываете, ребята. Почему со мной не согласовали, что вы уезжаете, вы продаёте квартиру? Абсолютно правильно. Где сейчас вы живёте? Расскажите, расскажите Олегу из Зоя Фёдоровна, где вы сейчас живёте? Она была прописана у отца. Отец её выписал с квартиры и продал свою квартиру, как я слышала знакомых. Она тоже бомж. А вы тоже? Да. Она не бомж, у неё 99 рублей. Да Женя уже в Москве живёт. Женя в центре. А вы знаете, как она в Москве живёт? А вы знаете, как она работает в Москве? Это нас не интересует. Кого интересует? Женя в центре, в шоколаде, а вы на улице. Понимаешь, вот что финал истории. Жень, скажите, а если у вас всё нормально было в квартире, зачем вы... Подожди, пожалуйста, не кричите. Я с ним в Москве. А кто тебе мешает, Олежек? Времена такие, в 7 встал, в 12 лёг. И всё работает. Конечно, вы молодой, здоровый человек. Так я и работаю сейчас, я и работаю. На кого вы работаете? Я работаю, пожалуйста. Мать с китайцем и вокзалом, а вы работаете. Какую грязь, ты её не снимешь никогда, свою грязь. Все участковые в деревне, все до единого. Если это нужно было узнать, все суды. Как вам Олег приезжал на суд и говорил, мама, есть дом, там всё у вас зафиксировано. Что есть комната в доме, все вещи в этом доме стояли. Как тебе не стыдно? Всё стояло, это всё зафиксировано. Где документы, что вы дом купили? Ты же его обманула. Ты же его обманула. Как я его обманула? Ты их забрала вместе. Ещё раз, я никакой подруге не отвозила никакие документы. Значит, ты в этом доме, когда я приехала, когда хочешь... Отойдите, пожалуйста, от меня. Отца, почему ты к отцу ходила в 12-й? Ты весь кузька вобрала, аферистка. Да, я весь кузька вобрала. Что ещё сказать? Значит, что было дальше? Ребёнка бросила своего. Как ты привозила? Ну ещё расскажите, что я шалава, как вы писали, маме письма. Шалава, самая настоящая шалава. Шалава. Деньги, которые были проданы от дома, кто потратил? 400 тысяч был куплен дом. 400 тысяч был куплен дом. На Астас... 400. 400 тысяч был куплен дом. И было всё записано в договоре купли-продажи. Я тебе доверял. Деньги были у тебя на руках. У тебя был договор на руках купли-продажи. Одну секунду. У тебя. Мне самое главное. Скажите, как вы умудрились продать квартиру, когда там прописано Зоя Фёдоровна? Значит, значит, был... Да, я не могу рассказать всё по порядку из-за этого крика. Да, да. Ага, да. Да. Она пошла. Пусть расскажет, как она, милый... Как она привозила ребёнка 6 лет. Женя, на дно секунду, на русской, самое главное здесь, как без вас продали квартиру, а вы там прописаны. Коллегу был задан вопрос. Ты сможешь, ты с мамой сможешь уговорить, что она выпишется в течение 10 суток? Да, смогу, я с ней поговорю, ей будет деваться некуда, она к нам всё равно переедет. Отличная статья. Она к нам всё равно переедет, это было... Они ездили, он ездил, разговаривал с ней. Она же готова была, все вещи её были перевнизены. Интересно, это... Изначально она готова была пойти на то, чтобы продать этот дом. Как мы можем спать спокойно, зная, что старые люди спят на вокзале, спят в холодных квартирах, в каких-то неотапливаемых домах? Нет, потому что она хотела, чтобы сын её датчик занимался. Если можно вопрос задать, скажите, Евгения, квартира за сколько была продана? 820 тысяч. А куда 400 тысяч делать? 400 тысяч, был куплен дом, остальные деньги, был сделан ремонт, полностью поменена, сантехника, ванна, туалет, электрический котёл. Куплено хозяйство, то есть поросята, бараны, куры, картошка, комбикормы. Олег, Олег, скажите, а почему вы маму сразу не забрали? Есть Веня, есть Веня, есть Веня, есть Учинковый, Учинковый в этой деревне есть, который ездил. А почему сразу дом не забрали, когда хозяйством обзавелись? Я говорил, я приглашал её проехать посмотреть, она просто не поехала. Вас приглашали дети в новый шикарный дом с новой сантехникой с поросятами? Это всё ложь, никто. Пусть мои соседи в доме расскажут, я приехала с дачи, привезла, подошла около улицы. А я как долго зачем продали потом? Посмотри на меня, ты же предатель, ты понимаешь, ты преступник, ты выбросил беспомощную, единственную женщину, мать, которая на улицу. Я знаю, я виноват, очень, 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 очень. Ты понимаешь, если у вас золотые руки, вы должны были работать. Ты так же сдохнешь на помойке, раз ты такое предательство делаешь. Я полюбил в первый раз. Она же положила жизнь на тебя. Давайте мы сейчас сделаем короткую рекламу. Далее в нашей программе отец Олега, которого он считает умершим, появится в этой студии сразу после короткой рекламы. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы смотрите «Пусть говорят» с тема программы «Сегодня родительский дом». В центре внимания история пенсионерки из Курска Зои Федоровны Меркуловой, которая уже четвертый год скитается по городу в поисках жилья, так как ее сын Олег продал квартиру вместе с прописанной там мамой. Ну а сейчас здесь появится Ольга Ивановна Жмакина, соседка Зои Федоровны, которая видела и знает всю историю изнутри. Встречаем Ольгу Ивановну. Здравствуйте, уважаемая студия. Я вот хочу к тебе обратиться, Олег. Ты, как ребенок, как сын ей, как ты мог спать спокойно, хотя ты и пил, как ты мог проснуться утром, садясь кусок хлеба брать в руки и не вспомнить о матери, где твоя мать, с кем она скитается, где она живет, что она пьет, что она пьет, что она ест. Как ты поддался провокацию какой-то Жене, Мане, Тане? Я хотел сделать как лучше. Я хотел, что ты хотел? Почему ты продал квартиру вместе с матерью? Не стыдно вот тебе сейчас сидеть здесь, в этой студии? Нет, дом, во-первых, мы готовили дом, покупали всю обстановку, все для того, чтобы мать переехала. А где она была, до того, как вы-то планировали? Вот она, обстановка. А завтра придется... Есть участковый, который, которого я просила, когда ты продавался из дома, пропивал, носил кровати. Участковый сальварь, да. Я расскажу за свои муфами. Есть участковый, который туда приезжал. Вы ей способствовали, чтобы она выселилась с этой квартиры. У вас были постоянные компании. Это Липец, Старая Оскол, это Белгород. Не надо, я живу в этом доме и вижу ваши выходки. Вы ей постоянно говорили, Зоя Федоровна, а жить сегодня вам негде, ночевать негде. Это ранье самое на самом деле. Какое ранье? Я такого не ранье. Где тогда был он, если я это говорил? Я на работе был. И я твою маму выгонила? Это очень правильный вопрос. Женя, где тогда было нет? Ты, конечно, ты сейчас сидишь, что? Маму жалко, я понимаю, что маму тебе жалко. Ты теперь решил на меня это говорить? Я отвечу за это, понимаешь? А я здесь при чем? Главный вопрос. Зоя Федоровна вдова или что она? У нее некуда пойти? Где муж? Он сказал, что отец его умер в мае месяце. Что они вступают в наследство. Когда это? Ой. Я не знаю, как это все было. Олег, вы нашли твоего папу. Он жив-здоров. Валерий Иванович Никулин сегодня тоже пришел, чтобы посмотреть на тебя. Встречаем Валерия Ивановича. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы оденьте права вашему сыну на куб. Да. Да. А не себе в карман положили. Только себе. Только себе. Я жалкую, что дал тебе свою фамилию. АПЛОДИСМЕНТЫ Тихо. Жен много, а мать одна. Я правильно... Валерий Иванович, вы кого вините в том, что так произошло все? Не знаю. Сыну виню. Что довел мать до такого состояния. Скажите, вы занимаетесь этой историей не первый год. Что вы считаете? Кто здесь вообще прав, кто виноват? Естественно, вины с Олега никто не может снять. Это глупость. Может быть, это не столько его вина, сколько его беда. Пьет он, насколько я понимаю, по крайней мере, пил запоями. И в какой-то момент, вероятно... Ну, отказали мозги, да, Олег? Можно говорить о том, что виновата Женя, но она не могла просто юридически совершить вот эту сделку продажи. Так она нашла этих ревертов черных. Она это сделала. Понимаете, ведь Олег, он, конечно, совершил глупость. Но не могу сказать подлость. Потому что он ведь сам себя наказал в этом случае. Он не искал выгоды. Глупость, ну, глубочайшая, конечно. Но он не подлец. Я вот прошу всех, кто вот здесь присутствует, иметь это в виду. Вот смотрите, он не выгодил ничего. И он сейчас пришел сюда. И что теперь целовать его за это? И, конечно, больше всего меня волнует Оксана. Оксана, вот мы видели здесь сына, несмотря на его глупость, да, который, скажем так, выселил мать, и мать теперь непонятно где, но он встал перед ней на колени и со слезами просил прощения. Это просто смешно. Его никто никогда не выселял. Он как был владелец своей жилплощадью. Я не сдавала. Нет, хорошо. Если вот сейчас забыть обо всем и сделать перезагрузку отношений, вот он попросил у вас прощения, и говорит, прощает, прости меня. Ну, значит, прости, простите детей на его органы, на старческие, я отдам с вас. Я не прощу никогда, женщины, никогда, никогда, никогда. Это нельзя просить. Замолчите, вы не знаете. И не надо тут со мной спорить. Вы фон в этой студии, фон. Фон вы, понимаете? Фон. А я хочу сказать, это преступление. Понимаете, просто преступление. Да зла. Потому что под Харьковом... Все, Оксан, я понял. Оксан, я понял, что вы не хотите никаких мириться. Андрей, Андрей. Давайте Владимир Ивановичу дадим слово. Внимание. Давайте послушаем. Давайте послушаем. Я хочу спросить Оксану, свою дочь. Скажи мне, пожалуйста. Здесь ее муж, здесь ее сын. Не одержишь. Скажи мне, пожалуйста, Тебе нравится вот это вот все? Вот этот позор тебе нравится? Во-первых... Тебе нужно это, спрашивается. Для чего ты это довела, всего это? Для чего? Я тебе все, что было, отдавал. Все. Ты кто? Ты кто? Ты кто? Я не... Страсть. Страсть. Андрей. Ну, вы слышите. Оксана, побудьте. Как стыдно. Это не отец. Оксана. Владимир Иванович. А мне ничего не надо. Владимир Иванович. А мне ничего не надо. Как вы думаете? Нет, ничего страшнее услышать такие слова в конце жизни. Я очень прошу вас, как депутата от Курской области, пожалуйста, взять на контроль историю Зои Федны, потому что там хотя бы теплится надежда, что раскаяние есть в детях, и они чувствуют свою вину перед матерью. Берегите себя и своих близких. До свидания.